Добро пожаловать в Бриджертоны, второй сезон. Начинается новый светский сезон, и все молодые холостые аристократы ищут себе брачную пару. Леди Уистелдаун, таинственная автор светской хроники, рассказывает все последние новости с острой иронией. В прошлом сезоне мы узнали, что за именем Леди Уистелдаун скрывается Пенелопа Фезерингтон, невзрачная девушка, которую все игнорируют, но которая наблюдает за всеми. В основном же сюжет следует за Бриджертонами, старшая дочь которых, Дафна, в прошлом сезоне пережила роман с герцогом Гастингсом. Но Дафна и герцог вступили в брак, и их история по большей части завершена. В этом сезоне мы переходим к другим Бриджертонам, например, младшая дочь Элоиза, которая дебютирует в обществе. Однако Элоиза – умная девушка, которая не заинтересована в светских глупостях. В этом сезоне главный персонаж – старший сын Бриджертонов, Энтони, который, наконец, решил жениться. В роли горячего виконта молодой Энтони Бриджертон – завидный холостяк. Но Энтони просто выполняет долг, любовь вычеркнута из уравнения. Он ищет идеальную виконтессу, дамы города не годятся. Катаясь верхом, он встречает таинственную незнакомку и влюбляется. Она – мисс Кейт Шарма, ее семью из Индии приняла бабушка-сплетница, леди Денбери. Они прибыли в Лондон, чтобы Кейт сделала хороший выбор. Кейт, в возрасте 26, уже старая дева, не участвует. Кейт присматривает за сестрой, когда они идут на первый бал, где нужно произвести впечатление на королеву Шарлотту, называющую ежегодно одну новинку бриллиантом сезона. Энтони решил предложить руку той, кого выберет королева. И вот она назвала мисс Эдвину. Итак, эти двое начинают свое ухаживание, и кажется, довольно подходящая пара. Но Кейт недавно подслушала, что он не интересуется любовью, а Кейт хочет лучшего для своей сестры. Поэтому Энтони Бриджертон пытается обольстить мисс Эдвину, в то время как ее сестра Кейт пытается помешать его ухаживанию. И эти двое, будучи невероятно соперничающими, просто доводят до бешенства друг друга. Вы видите, куда это клонит. Вскоре Бриджертоны приглашают Шарму на свое загородное имение Обри Холл. Энтони и Эдвина хорошо ладят, но именно сестра Кейт разжигает его дух соперничества. Когда они ищут свои потерянные мечи, падают в грязь и немного развлекаются. И Энтони начинает понимать, может он ее не ненавидит, может он ее любит. В следующий день, во время одной из их споров, Кейт жалит пчела, и Энтони совершенно переходит грань. Видимо, так умер его отец. Ужаленной пчелой тогда не было Эпипен. Так что пока у Энтони паническая атака, Кейт пытается успокоить его, не волнуйся, со мной все в порядке. И эти двое оказываются опасно близко. Они поняли, что влюблены. Они пытаются игнорировать друг друга, но все равно оказываются в сексуальных ситуациях. На балу Бриджертонов Эдвина предлагает им потанцевать, чтобы забыть про вражду. Но музыканты играют самую романтичную песню. У них был большой спор. Нам нужно остановиться. Но они снова около друг друга. На следующее утро Антони принимает решение и делает предложение сестре. Он хочет придерживаться плана, надеясь, что он и Кейт преодолеют влюбленность. Но они не справляются, они не могут отвести взгляд. Они пытаются держаться на расстоянии, но что случилось? Как мы снова близко? Они не могут разорвать помолвку, это слишком большой скандал для Эдвины. Это вроде «давай переживем свадьбу, и я уеду в Индию». Вряд ли наши чувства сохранятся. Но Энтони не справляется. И когда Эдвина видит, что он все время смотрит на ее сестру, она все понимает и оставляет его у алтаря. Их дела – беспорядок. Но после официального разрыва Энтони и Эдвины, Энтони и Кейт свободно целуются. Горячо, долго. Отмененная свадьба – тема громких разговоров, и даже леди Уистлдаун не знает причины этого. Пенелопа Физерингтон трудится управлять всем секретным бизнесом сама. Однажды она чуть не угодила в руки модистки, мадам де ла Круа. Но мадам де ла Круа хорошо хранит секреты, ведь у нее их собственных много, она не совсем француженка. А Пенелопа говорит «Теперь ты знаешь, мне нужна твоя помощь. Мы поместим мои записи в твои платья для доставки в типографию». Леди Уистлдаун написала плохой отзыв новой модистке, спасая бизнес мадам де ла Круа. Элоиза Бриджертон, лучшая подруга Пенелопы, также ищет леди Уистлдаун. Она узнает тип бумаги для принтера. Элоиза находит типографию в городской трущобе и встречает привлекательного печатника Тео Шарпа. Тео – интеллектуал, страстный сторонник прав женщин. Они основывают книжный клуб, и Элоиза тут же в него влюбляется. Самая большая поклонница леди Уистлдаун, королева Шарлотта, пытается разоблачить ее. В этом сезоне она придумывает заговоры уровня «Игры престолов». Она распространяет ложные слухи около подозреваемых и отслеживает, какие из них распространяет леди Уистлдаун. Узнав, что Элоиза посещала типографию, она собирается обвинить ее в том, что она – леди Уистлдаун. Пенелопа узнает о проблеме подруги. Спасение репутации в ее разрушении. Леди Уистлдаун раскрывает скандальный секрет Элоизы. Она ухаживала за простолюдином. Королева понимает, Уистлдаун – это не Элоиза, но Пенелопа чувствует себя ужасно и... Встает на время писать. Грустно для Элоизы и Тео, которые, как никто другой, любят друг друга. Но их любовь невозможна. Так после серии скандалов, когда-то уважаемые Бриджертоны стали отверженными общества, весьма к радости их соседки-соперницы. Матери, Пенелопы, Гэжи. Фезерингтон. Помните, они разорены, поскольку Гээн Фезерингтон проиграл все их состояния и был убит из-за долгов, образовавшихся из-за его игромани. К сожалению, его дочери не могут унаследовать. Новый лорд Фезерингтон – это их дальний двоюродный брат. Но он кажется добропорядочным человеком, который приобрел состояние на своих рубиновых шахтах в Америке. Но Гэжа Фезерингтон выясняет, что она больше не хозяйка в своем собственном доме. И это только ухудшится, как только этот парень женится. Если только он не женится на одной из ее дочерей, поэтому она замышляет заговор, чтобы поймать их без присмотра. И по закону они теперь помолвлены. Но оказывается, что это она обманула себя. Этот парень обанкротился, рубиновых шахт нет, он хотел жениться на деньги. Но его фальшивое рубиновое ожерелье довольно убедительно, поэтому эти двое запускают схему Понци, чтобы обманом заставить всех инвестировать. И когда эти двое начинают мошенничать вместе, они начинают флиртовать. Одним из инвесторов является Колин Бриджердон, который сейчас вернулся из поездки в Грецию и является мега-любовью Пенелопы. Колину тоже очень нравится Пенелопа, но он крепко держит ее во френдзоне. Новая цель Колина – выяснить, что делать со своей жизнью. Средний брат, Бенедикт, в полной мере наслаждается свободой быть вторым сыном. Он только что поступил в художественную школу, что, как оказалось, очень весело. И он неплохой художник, но он обнаруживает, что его приняли не только из-за его художественных навыков. Его брат сделал щедрое пожертвование. Боксер прошлого сезона, мистер Мондрич, основал свой собственный джентльменский клуб. Он может сказать, что новый лорд Фезерингтон – мошенник, и пытается предупредить Колина, но пока Колин ему не верит. Бриджертоны живут как социальные изгнанники, устраивают бал, на который никто не приходит, кроме шарм. Но они все равно отлично проводят время. Энтони и Кейт снова спорят, но снова оказываются очень близко. Но теперь, когда их семьи уже подверглись скандалу, нечего терять. Эти двое, наконец, замечательно проводят время здесь, в беседке. Утром Кейт так потрясена, что выходит на прогулку под дождем, и, увы, падает с лошади и на время оказывается в коме. Проснувшись, Энтони хочет сделать ей предложение, но она отвергает его, говоря, что все это слишком. «Я уеду обратно в Индию, и мы больше не увидимся». Окончательный балл сезона устраивают Фезерингтоны, вернувшие свою репутацию, но их слава скоро закончится, ведь Колин понял, что рубины – подделка. «Вы – шарлатан, сэр, и я желаю вам доброго дня». Итак, Колин извиняется перед мистером Мондрихом и привлекает всех своих друзей присоединиться к своему клубу. Этот парень будто говорит, «Давайте бежать в Америку». Но что насчет миссис? Фезерингтоны – дочь в приоритете. Она скрутила так, что, кажется, он их прощелкал, поэтому они получат много денег, а ему придется умывать руки. А Пенелопе везет. Она и Колин стали ближе, чем когда-либо. Больше, чем просто друзья. Узнаем в третьем сезоне. Но теперь она слышит, как Колин говорит, что никогда не стал бы ухаживать за ней, и Пенелопа убегает, не узнав, было ли продолжение предложения. И теперь еще хуже, подруга Элоиза опустошила ее комнату. Верно, сказанная Пенелопой ранее щелкнула. Она поняла, Элоиза, леди Уистелдаун. Она разозлилась после того, как Пенелопа проболтала о Тео. Пенелопа пытается объяснить, что это было к лучшему, но Элоиза не хочет слушать, и друзья ссорятся. Это заставляет Пенелопу вернуться из отставки. Она снова пишет, «Леди Уистелдаун вернулась». Вот и решили Кейт с Энтони расстаться. Но вдруг Эдвина говорит сестре, «Ты заслуживаешь счастья». Собираются они на последний ошеломляющий танец. Зрелище завораживает всех. Но Энтони говорит, «Другие не имеют значения». И затевают они волшебный танец под классический кавер песни «Miley Cyrus Wrecking Ball». И вызывают такой ажиотаж, что всем становится понятно, почему свадьбу отменили. Но королева выступает в защиту пары и благословляет брак. Итак, Кейт и Энтони обручаются и живут счастливо в душе в душу, иногда поругиваясь, но любят друг друга. И на этом заканчивается второй сезон Бриджертонов. Если вам понравилось обозрение, нажмите «Подписаться».